В ход идут огнетушители. Сегодня они для развлечения и просвещения детворы. Добровольцы провели для сотни ребят из 1-й 11-й школ Красногорска занятие навсегда актуальную тему – борьба с огнем в быту. Специально для показа на Лесную улицу пригнали несколько единиц спецтехники. Автоцистерну, мобильный комплекс оповещения, аварийно-спасательную машину. Возгорание может произойти и на 15-м этаже. Для тушения такого пожара есть 50-метровая автолестница. Но на большей высоте уже пригодится вот это приспособление. Кто знает, что это такое? Противогаз! Это не противогаз. Это капюшон, самоспасатель. Принципиально отличие от противогаза и от респиратора в том, что у респиратора есть головной части в виде капюшона. Развлечения продолжились в спорткомплексе Красногорской арены. Здесь огнеборцы развернули раздачу агиток, примерку специальной формы и необычные состязания в игре «Крестики-нолики». В роли ноликов выступали углекислотные огнетушители. Крестики у нас были порошковые огнетушители. Для детей это в новинку, потому что все с детства играют в крестики-нолики, а вот такой вид пожарных крестиков привлекает гораздо больше внимания. Важна безопасность не только детей, но и семей в целом. Особенно больших решили в администрации округа и добровольной пожарной команде. Семи многодетным семьям выдали автономные пожарные извещатели для установки в квартирах. Но работа с населением ведется ежедневно. Проводятся инструктажи с населением. Также мы на территории предприятия городского города Красногорска проводим инструктажи, направленные на предупреждение по нарушению требований пожарной безопасности. А также проводим инструктажи с персоналом этих предприятий. Также проводим учения в школах и других образовательных учреждениях. Пожарная дружина превратилась в хоккейную. По случаю грядущего дня защитника Отечества команда главного управления МЧС по Московской области принимала на Красногорском льду коллег из столичного спецподразделения номер 3. За Подмосковье сыграл и житель городского округа, помощник начальника караула 4-й пожарной части. Занимался хоккеем на любительском уровне. С товарищами играли, собирались в командах ночной лиги участвовали. Ну и когда образовывалась команда главного управления, соответственно, дали клич, кто играет, провели просмотр и взяли в команду. Москвичи с первого периода демонстрировали напор и сыгранность. Первая шайба осталась за ними. Спецуправление МЧС номер 3 за три периода забило еще 12 раз, пропустив всего два гола. Впрочем, игра товарищеская, праздничная, а значит, победила дружба. Субтитры создавал DimaTorzok